Здравствуйте! Рад видеть вас на канале «Приоритеты с юристом». Меня зовут Евгений Корсакин и в этом выпуске я отвечу на вопрос подписчика. Итак, вопрос. Участник СНТ при установке забора у себя на участке захватил часть земель общего пользования. Имеет ли право СНТ сдать ему в аренду эту землю или предоставить право выкупа? Отвечаю. СНТ имеет право согласия общего собрания членов сдать в аренду или предоставить право выкупа на земельный участок своему члену, если иное не указано в уставе товарищества. Приведу правовое обоснование. По общему правилу в СНТ имущество общего пользования, приобретенное или созданное таким товариществом за счет целевых взносов, является совместной собственностью его членов. Пункт 2 ст. 4 ФЗ 66. А к исключительной компетенции общего собрания членов СНТ, помимо прочего, относится принятие решения о формировании об использовании имущества такого объединения, о создании и развитии объектов инфраструктуры, а также установление размеров целевых фондов и соответствующих взносов. Статья 21 того же ФЗ. Соответственно, в силу того, что общим имуществом правило распоряжаться только общее собрание СНТ, сдача в аренду или продажа такой земли общего пользования может быть осуществлена только с его одобрения. Данный вывод подтверждается и судебной практикой. Переходим к следующему вопросу. Какие могут быть последствия неуплаты членских взносов в СНТ и могут ли исключить из членов кооператива? Итак, по общему правилу, при неуплате членам СНТ взносов в течение более двух месяцев с момента возникновения обязанности по их оплате, членство должника в товариществе может быть прекращено принудительно, а более длительный срок может быть предусмотрен уставом СНТ. Статья 13 ФЗ 217. А решение об исключении принимается общим собранием членов СНТ, большинством голосов от общего числа присутствующих на собрании. Членство в СНТ прекращается со дня принятия решения или с иной даты, определенной данным решением. Статьи 13 и 17 того же ФЗ. Если такой формат ответов на вопросы приветствуется моими дорогими подписчиками, пишите в комментариях, и я буду продолжать отвечать на ваши вопросы. Если видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Вместе будем более грамотно подходить к вопросам оформления недвижимости. До новых встреч!